Лена, привет. Привет, Оля. Спасибо за приглашение. В какой квартире по площади высоте потолков мы находимся и город? Город Подольск Московской области. Ну это стандартная хрущевка. 31 квадратный метр без учета балкона. И высота потолков после ремонта 2,45 получилась. Я так рада, что я к тебе пришла, потому что дизайн у тебя в разрез с трендами, но очень уютный, у тебя вот прям дом-дом. Поэтому с огромным удовольствием сейчас буду задавать тебе вопросы. Спасибо. Это две комнаты фактически получились из-за однокомнатной квартиры. Два окна в комнате мне оказалось мало. Тут у меня тоже такое хранение. И там у меня открывается еще стол. Начнем с чего? Мы находимся в гостиной, столовая, гостиная, спальня. Это однокомнатная квартира, многофункциональная комната. Три твоих самых любимых и удачных решения в этом помещении? Ну, во-первых, что это две комнаты фактически получились из-за однокомнатной квартиры, потому что у меня есть полноценная кровать, ну и есть там, где отдохнуть. И я как настоящая дочь Петра прорубила окно. И, наверное, учитывая, что это маленькая квартира, то есть здесь весь декор, он не просто так, он весь с хранением, то есть везде хранение есть. У меня есть два рабочих места, не просто так, то есть это не просто шкафы, рабочие места. Ну и, наверное, камин даже с местом хранения, документов и прочие мелочи. Супер! Все получилось? Все получилось. Да, все как планировала, так и получилось. Тогда пойдем по деталям. Знаешь, что мне нравится? Давай сразу покажем крутящийся телевизор, потому что он и разделяет визуально пространство. Да. Как это сделано? Ну, это, собственно, на столешнице, там прикручен специальный механизм поворотный с колесиками, и все, то есть 360 градусов совершенно спокойно. Можно либо... И прекрасно задекорировано. Да, здесь... Ничего не видно сзади. Да-да-да. Здесь, ну, на самом деле, раньше был поменьше телевизор, и поэтому вот эта вот платформочка, она сделана под старый телевизор, но потом он сломался, получилось, поэтому покупали новый, и он немножко больше, в связи с тем, что технологии говорят о том, чтобы для хорошего изображения должен быть достаточно большой телевизор. Ты все делаешь своими руками? Да. Вот такие разные придумки? Да. У тебя есть какое-то образование для этого? Нет, нет. Прекрасно. Просто желание и все. Хорошо. Давай еще сразу же поговорим про перегородку, которая разделяет две комнаты, вот эти рейки. Это, ну, шпалера называется, да, фактически. Подсветка в ней проведена, и все. Ну, и для красоты, естественно, это вышивка. Я вот, когда еду на работу, время занимает тем, что вышиваю. А вот вообще говоря о стиле квартиры, что ты хотела сделать? То есть какая идея была в голове? Ну, в голове, конечно, я очень люблю прованс, такой достаточно, наверное, избитый стиль, но он мне очень нравится. Ну, может быть, наверное, все, что мне хотелось, чтобы было уютно и какие-то, наверное, детские воспоминания. То есть уютно, как дома, как у мамы. Как дома, да, вот именно, как дома, да. Хорошо. Откуда прекрасные кресла? Это все твой профессиональный индивидуальный пэтчворк? Это, на самом деле, было обычное кресло, и я его немножечко комодернизировала и перетянула. Очень мне хотелось именно, ну, ушастое кресло перед камином, поэтому было сделано. И при этом мне хотелось, чтобы была клетка. То есть здесь несколько моментов. И клетку мне хотелось, и зеленые с райскими птицами мне хотелось. В общем, все это соединилось, и, ну, как у Шерлока Холмса. Круто, кстати, хорошая ассоциация. Давай еще поговорим про камин. Камин делала, ну, сама фактически, вернее, декор, мне собрали конструкцию. Но изначально, причем, мне была задача не просто, чтобы, ну, такая махина стоит. Конечно же, надо было как-то ее задействовать. Поэтому у меня там хранение документов. Раньше было, я его переделала, он был белый, потом я его переделала в зеленый в поддержку кресла. И у меня открывался он с двух сторон. Сейчас фактически он открывается со стороны спальни. Там и провода, то есть у меня розетка в полу специально для того, чтобы было, включить телевизор можно. Ну, и камин работающий, конечно. Ну, электрический, к сожалению. Еще вопрос у меня про стол. В этой комнате, понятно, что маленькая кухня, 5,5 метров, и ты вынесла все сюда, правильно? Ну, обедаю и ужинаю я, конечно же, на самом деле на кухне. Но когда приезжают гости, то, ну, понятно, что мне нужен какой-то стол. Он все равно немножечко получился большеватый. И я думаю, что его ждет переработка, ну, переделка в ближайшее время. Понятно. Вот, но пока как бы ничего. Он поднимается, это журнальный, его можно приподнять, раздвинуть, он будет большой. То есть когда приезжают дети с внуками, мы вполне все умещаемся. Там еще есть сиденье, да, там организована лавочка. Да, диван, он раскладной, на нем можно, то есть опять-таки же было, ну, важно, если ко мне приедут дети с внуками, то было, куда их положить. Ты обещала нам показать рабочие места. Во-первых, зачем тебе едва? Рабочие места, да. Зачем мне? Ну, во-первых, первое хобби, которым я увлеклась очень давно, еще когда училась в школе, это шитье. А второе, то есть я шью, и второе хобби, это работа с деревом. Ну, все началось, наверное, с докупажа и прочего, 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 да, то есть все около 2. Поэтому у меня два разных рабочих для разных видов хобби. Вот, это такое круто. Тут и хранение, естественно. Здесь у меня выдвигается такая. Тут у меня тоже такое хранение. Оно, может быть, не очень сейчас эстетично выглядит, но тут у меня. Зато все удобно доставать и этим работать, соответственно. Но это еще не все, там открывается еще стол, разбирается. И точно так же, точно такое же, но для шитья. С нитками и прочим, и прочим. Это второй шкафчик. То есть это было важно, потому что очень много красок, очень много кисточек, очень много разных всяких вещей. И при этом должно было быть удобно доставать. Потому что когда для того, чтобы достать одну какую-то вещь, достать еще десяток, это неудобно. Поэтому было придумано вот именно такая схема. Ну и ко всему прочему, мне очень хотелось, чтобы диван стоял в алькове. Вот благодаря этим двум шкафчикам у меня получился альков. А давай тогда поговорим еще про диван. Понимаю, что на нем, наверное, постоянно не спят. Но вообще, насколько он удобный? Подбиралась именно, опять-таки же, с ортопедическим мартрасом. Поэтому как сидеть, наверное, на нем не так, что он был удобный. Он, мне кажется, жестковатый. А вот для сна как раз очень даже неплохо. Ну, да, на нем не часто спят. Но он разбирается и вполне, то есть, еще место даже походить остается. Он по ширине метр шестьдесят пять. Как раз, то есть, ну, то есть, все вымерялось ровно так, чтобы у меня стал стандартный диван. А спальным местом метр сорок. А вот при этом ты решила себе все равно оставить спальное место. Конечно. Пойдем посмотрим спальню? Конечно. Это важно. Не думала о том, чтобы соединить, например, диван-кровать или там вот что-то такое? Нет. Обычная икеевская кровать. Купленная еще до ремонта даже. Целенаправленно. Вот у нее отпилено из ножья. Оно уменьшено. Вот специально для того, чтобы просто было место для... Ну, более свободно, казалось. Но мне хотелось именно кровать. И хотелось немножечко все-таки изолировать место, где ты спишь. Потом опять-таки же я же всегда рассчитываю, что мне приедут дети в гости. А давно ты делала ремонт? Ну, фактически он весь закончен. Получается, наверное, года полтора как. Ну, там плюс-минус. Делалось очень долго. Начиналось все с ванной и кухни. Потом перешло комната и коридор доделывалось. Вот. То есть и с перерывом тоже в полтора года. То есть это около трех лет все это длилось, к сожалению. Но зато я получила то, что я хотела. Давай еще поговорим про стену на изголовье. Это ламинат, правильно? Причем я, по-моему, даже видела такой. Ну, это обычная вагонка. Она распиливалась на маленькие разные, разноразмерные кусочки. Где-то там совсем маленькие кусочки были. И специально окрашивалась по-разному. Где-то даже просто обычными красками, где-то морилкой. Розовый это пищевой краситель, зеленый это тоже был пищевой краситель для кремов, для тортов. Ну, то есть вот как-то по-разному. И хаотичным образом это все соединяло, укладывалось. Это я на самом деле увидела в Пинтересте, по-моему. Такой вариант мне загорелось очень сильно и сделала. Да, получилось классно. А знаешь, вопрос. У тебя есть какая-то палитра. Ну, видно, что, в принципе, у тебя все в классической палитре Прованса. Вот этот пыльный, сиреневый, розовый, зеленый. Оно все. Но, вот, например, когда ты делала эту стену в разные цвета, у тебя тоже была палитра какая-то? Или ты просто по наитию шла? По наитию. Просто исключительно по наитию. Понятно, мне хотелось немножечко розового и зеленого добавить. Это было такое. Не хотелось прям совсем, чтобы очень... Хотя я люблю, мне нравятся вот темные коричневые цвета и на полу. Но по факту не хотелось бы этого очень много. Все-таки посветлее хотелось, да? Вот. Просто компоновала, как получалось. Так иногда бывает лучше, чем когда ты начинаешь серьезно-серьезно продумывать. Бывает, что интуиция работает лучше нас. Давайте теперь посмотрим вот в ту сторону. Там шкаф, да, хранение. Мне просто тоже не видно. Не шкаф, это фактически гардеробная система. Поскольку расстояние очень маленькое, а вещей у меня много, то, соответственно, придумалось именно таким образом. Просто повесила полочки, рейлинги, да? Ну, то есть установила всю внутренность и закрыла тканью. Да. И именно из-за того, что закрыть эти шторы, вот именно закрыть гардеробную, у меня получилось в комнате очень много штор. Хотя я сама бы, может быть, их так вот, если бы не это, я бы не добавила бы их в такое количество. Но иногда, когда я закрываю все шторы, и здесь получается, ну, вот прям такое вот гнездо-гнездо. Очень-очень уютно. Правда, делаю это очень редко, но когда делаю, очень хорошо. А говоря о тканях, какого качества у тебя тканей? Можешь посоветовать нам, потому что у тебя явно есть опыт в этом? Что брать? Ну, на самом деле, я бы посоветовала не ограничиваться портьерными тканями. У меня нету здесь портьерных тканей. У меня на самом деле есть летние шторы, есть зимние шторы. В данном случае это зимний вариант. Здесь обыкновенная мешковина и обыкновенный хлопок, собственно говоря. Летние варианты это льняные ткани. Все натуральное. Все натуральное, да. То есть мое было желание сделать именно все натуральное. Если бы мне попался прекрасный какой-то, прекрасный шерсть, я бы и шерсть бы добавила. То есть, в общем, мое, как бы, видение, это не зацикливаться на портьерах, а именно брать то, что хочется. То, что вписывается и в концепцию интерьера, скажем так. Хранение, то, что я говорила про комод. Вот у меня тут, соответственно, хранение. Здесь у меня документы, все пронумерировано. Здесь провода по факту, да. Вот, и в двух этих у меня там документы, все написано, все подписано. Это, наверное, такое дополнение. Слушай, классно, как это выглядит снаружи эстетично, и как ты открываешь, и там такие кишочки. Документы, да, да, да. Да, вот именно была и задача спрятать все некрасивое и оставить все красивое. У тебя шикарный балкон, пойдем на него заглянем? Пойдем. Пока по дороге идем, раскладку на окнах как придумала? Ой, раскладка это вообще самый бюджетный вариант, который только возможен был быть. Сделан он просто, ну, вот пока, скажем так, как вариант, потому что, скорее всего, через пару лет, возможно, поменяю сами стеклопакеты, и чтобы внутри была раскладка. Это обычные профили, которыми закрывают провода, да? Да, 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 все верно. Просто хотелось понять, насколько это действительно реально будет хорошо смотреться, скажем так. Ну, более-менее, кстати, неплохо. Я просто видела уже тоже такой вариант, именно такой. Ну, в общем, да, очень даже неплохо. По крайней мере, в стиль ты точно попала. Да. Вот. Здесь я хотела, когда остекление делала, хотела, чтобы у меня было все стеклянное, но учитывая, что я боюсь высоты, все-таки меня отговорили, и немного стекло вот здесь оставила. Но привыкла уже, наверное, думаю, можно поменять здесь панели на стекла. Ну, у тебя балкон как дополнительное пространство? Вот функционально? На самом деле, конечно же, для отдыха. У меня маленький топчанчик здесь есть, в нем хранение, конечно же, ну, как же без этого? Ну, а фактически это летом посидеть, попить чай, повышевать, почитать, очень приятно. Хотя вот сейчас, ну, в общем-то, не лето фактически, но мне не холодно, и у меня практически очень теплая квартира, и всегда открыта окна. Вот эти вот маленькие экспозиции, которые просто немножечко разбавили, и сделали это не просто балконом, а комнатой, наверное, дополнительной. Если это возможно. Чуть-чуть уюта, и сразу. Да, чуть-чуть уюта, и сразу, да. Сразу сядьте в комнату. Да. Ну, и здесь у меня живет манекен. И, наверное, традиционно это сушка для белья, ну, пока она сейчас в данный момент не используется. Ну, сушишь тут? Да, сушу тут, да. Сушу тут я обычно не накапливаю белье, то есть стираю по возможности лучше чаще, и поэтому, соответственно, нет необходимости какой-то большой сушки, я даже зимой здесь. Мы добрались с тобой до окна. Это классная идея в маленьком помещении. Ты знаешь, вот я когда вижу эту стену конкретно с окном, у моей бабушки стояли там часы с кукушкой. Это вот эту планировку ее уже не вытравить никак. Мне кажется, только несколько поколений должно привыкнуть, что это другое. Но как оно у тебя круто смотрится? Ты прямо вообще сломала этот стереотип здесь. Два окна в комнате мне оказалось мало. Я очень хотела сюда как-то именно... Изначально я думала просто зеркало, но по факту решила, что это должно быть окно, и ассоциация должна быть с окном, и то, что ты смотришь на улицу. Честно говоря, не вспомню автора, но это Москва. Там изображена Москва. Я вот хотела спросить, на улицу какого города ты смотришь? Да, на улицу Москвы. Вот, на улицу Москвы, и, соответственно, ну, это немножечко декора сюда добавила, так просто для, опять-таки, жизни своего там швейного. Ну, а технически это подсветка, да, и сверху просто... Это технически это, на самом деле, стекло, в которого вживлена картинка, собственно говоря. Там, соответственно, подсветка, и там еще зеркало внутри для того, чтобы эта подсветка более-менее равномерно расходила. Чтобы свет не был прям прямым направленным, а более-менее подсвечивался именно... Потому что свет там по периметру, и вот именно благодаря зеркалу, знаете, прям именно все окно горит. В общем, у нас сейчас два варианта. Налево пойдешь, на кухню попадешь, направо пойдешь, санузел попадешь. Пойдем на кухню. Пойдем на кухню. Кухня тоже маленькая, пять с половиной квадратов. Что ты придумала? Помимо того, что она маленькая, у меня еще есть и колонка. То есть не просто так, да. Вынужденно, конечно. Да, этот коробочек, он был вынужденный. Изначально я хотела здесь, естественно, во второй половинке разместить вытяжку, но по факту понимаю, что я готовлю много, но жарю прям вот так активно мало. Поэтому здесь не вытяжка, здесь просто хранение специй и всякого вот такой вот такой мелочи. Вот, ну и, соответственно, подсветка была сделана. А смотри, какая у тебя столешница, переходящая в подоконник, шикарная. Это же кафель. Да, это кафель, и укладывала я его сама, как ни странно, вот, на обычной, на обычной фанере, то есть все, да, то есть это кафель. Хотелось, когда рассматривалось, я думала, либо искусственный камень, либо дерево. Искусственный камень оказалось очень дорого для такой маленькой кухни, то есть пропорционально достаточно дорого. Дерево мне не хотелось швов. Ну, и, соответственно, самый такой вариант, опять-таки же, он и в моей стилистике, ну, вообще в стилистике всей квартиры, соответственно, это была плитка, да. Плитка наборная или это целая коллекция? Это коллекция Керама Марацци, собственно говоря, просто подбиралась и хотелось немножечко как будто как пэтчворк, что-то, что-то из этого разряда. Оно под майолику, ну, это, конечно, не майолика, но похоже. Насколько технически это сложно? Я понимаю, что ты не умела раньше, да, класть плитку? Нет, да, никогда не клала. Просто по урокам из Ютьюба? Да, да. Ну, собственно, фартук я тоже сама выложила, как ни странно. Прекрасно вообще, просто супер. Как это выглядит? Дерево или какая подложка у кафеля? Подложка из фанеры, она пропитана, естественно, ну, влагоотталкивающими такими пропитками. Это просто два листа фанеры, ну, для того, чтобы... Можно один лист фанеры, если сделать ее не такой широкий. Мне хотелось, чтобы это было 4 сантиметра, поэтому она... Тут два листа фанеры и накладывалась на специальный клей, который как раз к фанере можно приклеить. Совершенно простой в Леруа купленный. И здесь эпоксидная затирка. Вот, в общем, технически все, ничего особенного. Много шкафов? Да. Смотри, раз угол, два угла, короче, все углы. Да, и все занято. Все снизу. Да, и вот, я хотела спросить, для гостей, для детей, ну, я вижу, что у тебя булочки, например, распочиня, сама сделала. Да, 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 конечно, конечно. Тогда вопрос про хранение как бы становится понятным. Есть вещи, которые я доделала после покупки в кухне. Ну, здесь, собственно говоря, такая посуда, которая больше декоративная. И как удобно открываются дверцы? Я хотела... Это я переделала. На самом деле, это я просто переделала, потому что это были две дверцы, которые открывались так, но по факту не очень удобно смотреть. Поэтому я просто поставила здесь петельки, и она открывается именно так, и сверху, и снизу. Ну, здесь обычная посуда. Что к доступу к смесителю? К смесителю... Вообще, там не ударяешься нигде? Нет, 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 все вообще в порядке, никаких проблем нет. Вот, вот здесь у меня мусорное ведро. А, да, мы видели такие штуки. Есть готовое решение, в данном случае это не готовое решение. Мне было важно, потому что готовое решение, все-таки там ступенечка. Мне важно было, чтобы я могла поставить все, что угодно, и не заморачиваясь, что у меня будет перекос по высоте. Вот, соответственно, это было сделано так, да. Ну, здесь стандартные два ведра у меня отдельные еще, то есть отдельно для перерабатываемого мусора, отдельно для такого мусора, ничего особенного. Здесь, ну, ложки-вилки, единственное, что я доработала, вот выдвинула еще такую вот, сделала штучечку, для того, чтобы вот такие мелочи хранить. Потому что, да, потому что здесь, на самом деле, не весь объем занимается, а жалко пространство, ну, в однокомнатной квартире всегда жалко. Ну, и здесь, соответственно. Подожди, вот мне знаешь, что понравилось? Ты так открываешь дверцу, ну, ничего особенного, два ведра, раздельный сбор мусора, это шикарная фраза. Как радуется сердце, когда уже это ничего особенного. Ты большая молодец. Спасибо. Вот, ну, из таких дополнительных хранений у меня, конечно же, задействовано. И внизу. Ножкой? Да, 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 ножкой, да, все ножкой. Так, по всему периметру у меня есть, здесь вот в самом углу там картошка хранится. Ты делала кухню, где заказывала и как проектировала? То есть, вот для того, чтобы легко открыть ногой, они должны довольно-таки легко скользить. И, соответственно, это довольно точная работа. Кто тебе это делал, сколько это стоило? Вот именно внизу, то, что касается цоколя, это я делала сама лично. Угу, понятно. Поэтому, да, вымеряла, да. То, что касается кухни, кухня заказывалась в стильных кухнях, в принципе, все хорошо. Вот эту вот штучечку, ну, здесь несчастные 6 сантиметров нужно было тоже задействовать. Это не могло остаться без внимания. Здесь у меня полотенчики и всякая такая. Это было на заказ или ты сама? Нет, нет, это тоже опять-таки же сама и здесь у меня доски. Не просто квадратного сантиметра, зря они не использованы. Все задействовано из самых таких, наверное, любимых моих. Это окно с откосами у меня, откосы. Ну, собственно, в комнате они тоже такие же, но здесь вот это то, с чего я начала откосы делать. Ну, а духовой шкаф, то, что стоит так нестандартно, как ты это сделала? Честно говоря, я бы была бы довольна, если бы он был ниже, но это невозможно, потому что там у меня открываются краны. Ну, а у тебя, получается, газ в этом месте был или обычно же духовка под плитой? Нет, это не газовая, это батарея. Там краны для батарей, поэтому чуть-чуть он выше. А, а духовка электрическая? Духовка электрическая, да. Вот-вот в чем секрет, потому что, ну, понимаешь, нестандартно ее так поставить. Хотелось на, да, на уровне, чтобы было удобно, поскольку я готовлю в основном, конечно же, в духовке. Холодильник. Вот нашел он место здесь. То есть некоторые его вытаскивают в коридор или там пытаются, короче, как-то на кухне место освободить. Но у тебя он так ладненько пристроился. Удобно. Мне на самом деле удобно, у меня получается все доступно, в принципе. Более того, даже когда я завтракаю, обедаю или ужинаю, то есть я совершенно спокойно поворачиваюсь спиной, я достаю оттуда то, что мне нужно. Не могу сказать, что там порядок, но что-то там есть. Обычный холодильник. Очень удобно, да, то есть выносить не хотелось, потому что еще раз, я готовлю достаточно много. Конечно, меньше, чем когда дети жили со мной, когда они не разъехались по своим семьям, но все равно готовлю, я люблю готовить. Давай еще посмотрим на рабочее место, обеденное место, на столовую зону, не знаю, как правильно обозначить. Тоже многофункционально, что там придумала. Вот еще есть такое хранение, здесь у меня доски хранятся, тоже очень легко, когда особенно батарея включена, она быстро высыхает. Как ты прикрепила их? А там рейлинги стоят, и она просто под эти самые рейлинги ставится. Хотелось, когда я проектировала и думала, вот именно сделать подоконник, переходящий в барную зону, или, как это сказать, или в стол, было намеренно это сделано, потому что приятно завтракать. У меня очень красивый вид летом, очень красивый вид зимой, сейчас, к сожалению, осень, и уже, нет, цветочки еще не присадила зимний вариант, но, во всяком случае, очень приятно завтракать, или, ну, и обедать, или ужинать, то есть, как бы, очень приятно, когда ты смотришь в окно, на самом деле, это особая такая история. Класс. Ну, хорошо, пойдем теперь в ванную. Пойдем. Наверное, по дороге можно посмотреть прихожую. Да, она маленькая, уютненькая, вот, на самом деле, здесь ничего, нет покупного, никакой мебели, и топчанчик, и шкафчик, и вот эта импровизированная будка, она случилась из-за того, что нужно было спрятать, собственно, щиточек со всей электрикой, вот, для этого получился у меня такой, то есть, и здесь и ключница уже поместилась, ну, и мои краски, куда же без них. Ну, такой рукодельницы, конечно. Они тут тоже ездят. Да. Куда же без них. Поэтому, соответственно, тоже просто так ничего не пропало. Здесь и роутер, и здесь, соответственно, у меня и швабра, но вот только вот уютненько здесь приместилось. Там специально отведено место под ведро. Ну, и подсветка есть. То есть, здесь помещается все, на самом деле, несмотря на то, что она очень маленькая. А шкаф, вот вообще у тебя, получается, мебель вся с авито, или твоя собственная, или... Диван куплен, кресло переработанное, да, куплено было на авито и переработано. Стол был куплен новый, он переделан, немножечко покрашен. Все остальное свое. А ты можешь хотя бы примерно назвать сумму, в которую тебе обошлась переделка? Приблизительно, наверное, поскольку поначалу я, конечно, вела такой достаточно серьезный учет, это, наверное, в районе 800 тысяч на все, на все, на все вместе с декором и со всем, со всем, со всем. Вот. Львиную долю это, конечно, было демонтаж пола старого. Здесь залит был новый пол. И полностью переделана вся сантехника и полностью переделана электричество. Что забирает большую часть бюджета? Наверное, сразу минус треть. Да, 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 это вот большая часть бюджета, ну, а все остальное, соответственно, в большинстве это своими руками. Двери тоже, кстати говоря, я делала сама. Просто с нуля сама? Нет, 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 конечно, я покупала полотно дверное. Каркас? Да. И, соответственно, и вот кухонный, и в туалет, в ванной туалет, вот, собственно говоря, я делала сама. Стекло, получается, сама ставила, да? Нет, покрасила. Это ванна. Она тоже маленькая-маленькая, но уютная. Ну, как и они, как и бывают, да. Да, да, уютная. К сожалению, есть небольшой маленький косячок с точки зрения, что я просила подводку под стиральную машину сделать за ванной, но мне ее вытащили, и, соответственно, стиральная машина сделала больше места, чем я предполагала. И из-за этого, конечно, некоторое время я думала ее перенести все-таки за зону ванной и поставить там, где мне сейчас стоит комод, под окно и задекорировать, соответственно. Но в результате я пока дошла, дело дошло до комнаты, я свыкла с тем, что она тут стоит и привыкла к этому. Вот, хотя, конечно, ну, сантиметра пять у меня, ну, съела вот это вот расстояние, и мне это жаль. Ну, как есть, так есть. Любимая фишка это столешница. Это фанера, которая покрашена под мрамор с использованием мрамора. Вот, собственно говоря. Здесь мраморная крошка использовалась в краске. Ну, это тоже, да, то есть заказывала, я заказывала только распил и фрезером, там, мне вырезали по размерам, а все остальное это столешница, да. Ну, и за счет нее тебе удалось, конечно же, выкроить себе хоть какое-то место. То есть вот они, пожалуйста, по 20 сантиметров по краям, но ты их взяла даже, наверное, по 30. Да, да, да. Четыре года этой столешнице, и ничего вообще с ней не происходит. Спасибо тебе огромное за ту экскурсию, которую ты нам провела. И, наверное, от тебя будет интересный совет. Ну, не бояться, наверное, делать самим. Я скажу честно, я, то, что я делала сама, ну, я не строитель, не ремонтник, вообще далеко-далеко, совсем-совсем. Но то, что я делала сама, мне там теплее. Вот так вот скажу. Вот поэтому не бояться, наверное, делать самим, не бояться там ошибаться, вот это и все. Просто сколько болей в одном этом видео, мне кажется. Очень сложный стык, который заранее мог продумать только человек с опытом. Что мы придумали, чтобы хоть как-то побольше света себе взять? Когда смотрю твою эрунтуру, думаю, ну, где же у людей это место? Немножко такое чувство обмана. Ну, где же ты, ну, 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 ты. Продолжение следует...